Зал Дома культуры Центрального района едва вместил всех пришедших на встречу с мэром. Это и обманутые покупатели, и дольщики. Со вторыми дело обстоит проще, отметил Анатолий Пахомов. Дольщики покупали квадратные метры в домах, которые строились на законных основаниях, по разрешению на строительство и на земле, предназначенной для возведения именно многоквартирных домов. В списке проблемных сегодня осталось около 20 новостроек. Для 15 из них уже найдены инвесторы. Они достроят дома и проведут коммуникации. То, что касается 214-го, это железобетон. Там есть разрешение на строительство, а значит был проект, экспертиза проекта и все остальное. Ведь сегодня мы сталкиваемся с самостроями, где проекта нет, экспертизы нет, и поэтому такое волевое решение узаконить, а завтра дом сгорит, либо он завалится, никто не примет. С обманутыми покупателями дела обстоят действительно гораздо сложнее. Это люди, пострадавшие от мошеннических действий застройщиков, которые незаконно привлекали их деньги. Такие горестроители возводили дома на земле, предназначенные только для частных домов в три этажа. Так вырастали многоэтажки. Зачастую небезопасные для жизни, с коммуникациями, рассчитанными на одну семью, а не на сотни квартир. Но, как ни странно, обманутые покупатели не винят застройщиков. А именно они сегодня фактически оставляют людей без крыши над головой. Люди просят мэра города держать ответ. У каждого органа есть свои и полномочия, и обязательства. У администрации города полномочия в градостроительном контроле отсутствуют. В земельном надзоре у нас только касается муниципального контроля, то есть муниципальных земель. Не может администрация Сочи и влиять на суды, забирать иски, как этого требуют обманутые покупатели. А вот подавать в суд на самозастройщиков мэрия не просто имеет право, а обязана. Таков федеральный закон. Те предложения популистические, которые иногда предлагают организаторы, они популистические. То есть они предлагают, пусть он заберет исковые заявления, пусть он отзовет судебные исполнительные листы. Это невозможно, потому что это незаконно. Кто-то наговорил обо мне, но, во-первых, вели их в заблуждение, что я могу вот так, как царь какой-то, взять и сказать, так, этому отдать дом, этого не сносить, этого же не может быть. Я чиновник, хоть и вышепоставленный чиновник, я чиновник. А это значит, что я могу действовать только в рамках действующего законодательства. В зале собравшиеся люди во мнениях разделились. Одни в большинстве своем обманутые покупатели квартир в самоволках против сносов. Другие – те, кто недоволен точечной застройкой курорта за демонтаж незаконных многоэтажек. Эти условия, которые у нас были построены во время Олимпиады, после они не выдерживают построек новых многоквартирных домов. Канализации не держат, электричество не держат. Должны строить, начинать что сначала? Под станцией, подтягивать себе воду и все остальное. У нас сначала строят, продают квартиры, а потом вся вот эта головная боль на кого? На местное население и на администрацию города Сочи. Обманутые покупатели требовали от городских властей пойти навстречу, не сносить дома. Анатолий Пахомов объяснил, в законе сегодня есть только один механизм. Пострадавшие от мошеннических действий застройщиков должны обращаться в суд с исками именно к горестроителям и требовать от них вернуть деньги. Вы покупаете квартиру, пришли, вы что посмотрите? Есть право собственности у человека, значит все нормально, покупаете квартиру. И тут приходят приставы в феврале и говорят, что выходите все из дома, собирайте свои чемоданы и все, идите на улице живите. Мы будем стараться, я надеюсь, что все-таки суд примет правильное решение, не оставит людей на улице. И только суд может решить, сносить или не сносить дома, ответил Пахомов на реплику из зала с предложением к мэрии ввести в городе мораторий на снос. Я как глава города Сочи, своих полномочий совершенно не против любого моратория, даже его поддерживаю. Вот это вы должны понять одно, администрация города Сочи не занимается сносами и не будет ими заниматься. Этим занимается служба судебных приставов. Глава города Сочи совершенно не против любого моратория. Более того, я готов к тому, чтобы по каждому из ваших домов, те органы, которые имеют на это право, приняли решение, любое. Встреча Анатолия Пахомова с обманутыми покупателями длилась порядка трех часов. В итоге было решено по каждому из проблемных домов создать отдельную рабочую группу и решать вопросы адресно. Сносов домов может и не быть, предполагает мэр. И это будет только судебное решение, основанное на заключении экспертиз. Дома должны быть безопасны для жизни. Ну и, наверное, как я уже говорил, по всей вероятности, нужна будет инициатива по изменению нашего законодательства. В том числе для того, чтобы в законном порядке все-таки найти пути решения для вот этих людей. Сегодня видит, как решить эту задачу, только суд. А суд будет решать только в правовом поле. А правовое поле сегодня, к сожалению, не на стороне тех, кто есть. Анатолий Пахомов подчеркнул, что возможные уступки в сносах могут быть продиктованы только гуманным отношением к обманутым людям, которые сегодня рискуют остаться без крыши над головой. Но между тем, позиция власти остается жесткой. Незаконным объектом не место в Сочи.